Нам бы хотелось в РПЛ более качественно судействовать. Что-то в нашей работе не получается. Ошибок было сделано за сезон достаточно много. Создается ощущение, что кто-то кого-то помогал или мешал. Ну, это позор. Гильермо Баскаль, он захотел поговорить. То есть пока «Спартак» не станет чемпионом, вы будете руководить? То, что есть приятели, друзья, к которым часто что-то спускаются, это 100%. Каждый раз одно и то же. Всем привет! Это «Футбол интервью». Давно мы не собирались в этой студии. Тимур Гурская, Севастьян Серлецкий, я Александр Дорский. И сегодня у нас особенный эфир. Сегодня у нас в гостях человек, которого Тимур критиковал больше всего. Павел Каманцев. Павел Юрьевич, добрый день. Добрый день. В закрепленном комментарии по-прежнему по промокоду БРО можно получить 2000 фребетов в фонбете. Поэтому заходите, играйте, выигрывайте. Тем более, что российский сезон уже вот-вот стартует. Вы сами оценили вашу работу за год прошлый на 4 с минусом. А учитывая, что я еще помню вот эту пятибалльную систему оценок, мне хотелось бы понять, почему все-таки 4 с минусом, а не 3 с плюсом. Потому что тройка как-то звучит вроде бы как бы удовлетворительно, а четверка вроде как хорошо. А все равно ошибок было сделано за сезон достаточно много. Когда мы говорим о работе судейского комитета, я обо всех должностях, которые до недавнего времени вынужденно занимал. Но мы делаем оценку не только РПЛ, как такового. В мои ведомства входит дополнительно пляжный футбол, судейство в мини-футболе, организация ВАР, административные процессы и прочее. Поэтому, когда я соберу оценку 4 с минусом, в нее входит и успешная реформа, связанная с повышением зарплат с одной стороны, в том числе инспекторов, которые были приняты недавно. Также реформа, связанная просто с нововведениями, которые мы делаем с ВАР. То, что он у нас был, да, без офсайдных линий, но в целом был, мы успели к первому туру, и это можно было оценить на 5. Скажем, работу по ротации, по поиску новых судей тоже можно было бы оценить более позитивно. Работу в громких матчах можно было оценить на 3. За работу в РПЛ какая у нас оценка? Если оценивать ее с перспективой... Нет, 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 за прошедший пока год с перспективой. Я понимаю. А, окей, хорошо. То, что сделано на перспективу, то тогда как раз я и могу говорить о том, что 4 с минусом. Почему? Потому что при всех тех минусах, которые были, да, там сократилось количество ошибок, но топовые матчи были проведены ниже ожидания качества судейства у них. Многих было, это мы признаем. Но, однако, из этих ошибок, во-первых, мы сделали выводы, которые мы дальше там в ходе программы, я думаю, мы расскажем, почему они произошли, изменения в том числе кадровые, и управленческие внутри департамента, то есть это можно отнести к плюсам. То, что мы эти ошибки не просто совершили, но из них, я думаю, что сделали шаг вперед. Плюс сработали наперед, а именно ввели новых судей. Можно мы сразу определим, что такое топовые матчи? Спартак-Зенит только и ЦСКА-Спартак? А, например, в матче с участием Ростова, где было в обе стороны много ошибок, или в матче с участием Краснодара это топовые матчи? Просто что такое топовые матчи? Для нашей оценки топовый матч определяется двумя параметрами. Первый – это медийность, это условно ЦСКА-Спартак, где бы ни находился Спартак, где бы ни находилась ЦСКА, это всегда важный матч, который вызовет широкий общественный резонанс. То есть не место в таблице, а просто исторически? И место в таблице добавляет, но даже без относительного места в таблице этот матч, который нельзя доверить новичку. Ну, при всем уважении. Все, понятно. Условный матч, который у нас был в прошлом году Уфа-Рубин, да, это тот момент, это был матч на стыке, имел большое турнирное значение. То есть я не уверен, что у него были высочайшие рейтинги, высочайший интерес, но для двух республик это был суперважный матч, поэтому его на тот момент обслуживали лучшие арбитры, которые там были. В принципе, это такой... Если брать тогда этот сезон, то матч Пари, НН, Крылья Советов, это вот подпадает под топовый? Да, это был топовый матч, и так сообщилось, что были допущены эти ошибки. Но, чтобы мы понимали, до этого у Рома было пять матчей весной, и они все были. Романа Галимова. И он отработал их без двойки. У него была одна оценка 8,2 с предключевой, это когда матч Зенит, не помню, с какой командой он назначил штрафной на Малкоме, с которой гол забили. Это была, наверное, самая его серьезная ошибка до вот этого матча. В этом матче, да. Раньше, когда оценивался Малси, или сейчас, мы когда смотрим матч второй лиги, где тоже есть борьба за выход, за вылет, или связанный с подозрительными ставками, мы смотрим внешнюю картинку, и не понимаем, не до конца понимаем, что происходит внутри, и можем догадываться. Сейчас, когда у нас есть в арт-центре все записи осуществляются, мы слышим, как судья принимает решение. И решения Ромы в тот момент для меня были понятны. И почему Сиденков не вмешался, для меня было понятно. Я не говорю, что они были понятны и правильны. Но я понимал природу этой ошибки. Если говорить просто про первый момент с неназначением пеналити на Писарском, они просто, человеческий фактор, просмотрели первый контакт. Они сразу же стали оценивать второй контакт, когда Писарский уже уходил в полет, то, что он сам задел обороняющегося игрока, и оценили это действие так. Первый контакт в ногах они банально просто не заметили. Такие ситуации случаются, когда ты слышишь эту запись, когда ты общаешься после матча сразу же с судьей, и он тебе объясняет свою логику. Желание на полиграф или не полиграф возникает, когда ты не понимаешь принятие решения. Была претензия по этому матчу. Когда, допустим, человек ошибается в обе стороны, но это человеческий фактор, это напряжение игры, это все возможно. Здесь были конкретно допущены результативные ошибки в одну сторону. Я более того скажу, что ошибка, когда не было вынесено вторая желтая карточка и красная, она вот этот вот весь эффект предыдущего. Вы имеете на подкат тоже, да? Да, где они цеплялись рукой, и он посчитал, что там больше удар был по голове вскользь, а больше был удар по мячу. Вот этот вот момент в психологии всех болельщиков закрепил ощущение предвзятости, нечестности и прочего. Вынес бы он там в этом железобетонном моменте, когда ты смотришь его по телевизору, красную карточку, я думаю, вопросов было бы гораздо меньше. К сожалению, такие матчи случаются. Да, но там, так я понимаю, что и на рассказы было не совсем однозначно, когда поставили пенальти за игру рукой и рассказывал. Нет, я согласен. Посмотрите, есть два не совсем однозначных момента, которые можно объяснить, но которые были ошибки, не в пользу крылья Советов, но когда это еще в конце закрепляется вот таким вот моментом, они все становятся железобетонными, и создается ощущение, что кто-то кого-то помогал или мешал. Если мы вспомним историю из прошлого еще сезона, точнее уже даже позапрошлого с Матюниным, и матч крылья Химки, где было ошибок меньше, но вы судью зачехлили, потому что была какая-то информация или что? Ну, комплексный разбор был всего матча, понимаете. Ключевая ошибка не всегда показатель самого предзятого судейства, потому что иногда можно не совершить ключевую ошибку, потому что одна из команд просто не способна добежать в штрафную и упасть. Но по ходу самого ведения к трактовке единоборств можно увидеть разницу, что одной команде позволяется больше, другой команде позволяется меньше. Есть, не сказать, что специальные методики, но любой опытный судья, и вот этот матч, мы, скажем, тогда уже с Миларадом сотрудничали, уже в рамках АСК, и просто я его спрашивал совета. Первый матч, который, я думаю, что поразил у людей какие-то, возможно, даже сомнения, как раз был командой медиалиги, когда судья Федоров допустил такую вот совершенно дурацкую ошибку с установкой штрафного, когда забили гол. Он был супер громкий момент, но он был понятный, объяснимый. Это одна ошибка, как таковая. Как правило, не может быть доказательством наличия или отсутствия предзятого. Нужно смотреть контекст этого матча. Ну хорошо, одна ошибка может быть на 70-й минуте или на 75-й, счет стал 1-0, и одна команда дальше попадает в безвыходное положение. То есть вторая команда. У нас таких ошибок 54 штуки за сезон. Это мало или много? Это сложный вопрос. Их всегда много. 54 ошибки – это ошибки? Неисправленных вар. Почему речь идет именно о ошибках неисправленных вар? Внутри у себя мы сейчас еще добавляем другие новые метрики, чтобы их презентовать людям и объяснять. У нас есть дополнительная метрика, но мы ее еще обкатываем, не уверены, что она будет правильно людьми воспринята. Это ошибки, повлиявшие на результат. Условно. Вторая желтая карточка, не вынесенная на 70-й минуте, для болельщиков, безусловно, влияние на результат, для нас не влияет на результат. Ну так, чтобы вот, по-моему, 100%. Мы для себя моделируем ситуацию, то есть вот эти вот ошибки, которые были допущены, 54, мы посмотрели, насколько они повлияли. И об этом я уже говорил в интервью, что иногда складываются такие ситуации, что в пользу команды «Спартак» Москва было совершено больше ошибок, чем против нее. Но повлиявших на результат, таких как «Свисток» Мешкова, неназначенные пенальти на Мартинсе, к «Карасевым», они, ну, очевидно, для нас влияли в контексте этих матчей на результат. Но это очень сложно для этого легенду прописать. То есть «Красная карточка» на 44-й минуте влияет на результат, а на 46-й. Условно, вот у нас матч «Факел-крылья», ну, прямой, за то, чтобы не попасть в стыки. Ну, допустим, там бы вот при счете 0-0 была бы на 70-й минуте «Красная карточка», и одна бы команда осталась в меньшинстве. Но это, естественно, это влияет на игру и может повлиять на результат. Когда вы говорите, много их или мало ошибок, то есть ошибка их, как можно оценить, много или мало? Насколько они сильно повлияли на расклад в турнире в таблице? Мы же постоянно видим, как разного рода команды говорят, нам 17 очков из арбитров не досчитались, еще что-то. Мы постарались сделать такое же домашнее задание, но только мы подошли к этому более системно. Мы определили легенду из 9 случаев, когда мы считаем, что очевидно повлияло на результат. А как вот просто, я извиняюсь, что перебиваю, как вы оцениваете, что повлияло на результат? Нет, что вот эти 9 критерий. То есть на результат повлияло только пенальти прямой, или что это влияет на результат? Все-таки я считаю, я к Сашиному вопросу, в ремарке возвращаюсь. Вторая желтая карточка на любой минуте, на 70-й, на 45-й, на 54-й, неважно, вторая желтая карточка, удаление игрока, то есть вы на какой-то минуте... На первой минуте. На первой минуте. Допустим, вот опять же, взять матч, там факел крыльев сетов. Точно повлияло на результат или могло повлиять? Удаление на 49-й, на 89-й минуте может повлиять на результат? Может не повлиять. Вопрос очень дискуссионный. Мы просто для себя промоделировали ситуацию и сказали, что вот эти ситуации, вот эти ошибки точно повлияли на результат. А вам не кажется, то, что вы не передаете публичности какие-то, допустим, шаблоны, возникает, поэтому очень много вопросов, потому что на каждый подтекст вы каждый раз можете условно лавировать и говорить, что вот у нас вот такое было правило. Мы закончили эту работу неделю назад. Мы ее сами признаем не идеальной для того, чтобы публиковать ее на сайте. Но считаем ее возможной выдать для обсуждения. Почему мы это делаем? Потому что, ну, я не буду говорить слово ангажированное, но болельщики каждый год делают такие статьи. Так, а вам проще выдать 10 пунктов закона, 10 заповедей выдать и... Это очень оценочная вещь, поэтому ее нужно обсуждать. Это общественный консенсус, который недостижим будет, но с помощью которого мы какую-то метрику просто для болельщиков дадим, скажем, вы можете оценить вот наше профессиональное суждение, что это так. Но Александр может сказать, что нет, я считаю, что по-другому. Нет, Александр как раз, если вот именно Александра, мы его, допустим, возьмем в пример, если он знает, что в закон, что в штрафной площади человека сбили, поставили ногу, и он упал, это пенальки. Если он сыграл рукой, и есть такой закон, это пенальки. А когда судья говорит, что мы определим степень нажатия на ногу или степень, как эта рука была поставлена... В головном кодексе тоже есть три степени тяжести. Три степени тяжести? По каждой ты несешь ответственность. Просто у тебя срок будет другой. Да. Но не может быть такого, что ты сказал, что ты ранил человека, ранил, ладно, ты его не убил, ты его там ранил, и тебе скажут, что, ну ладно, ты так ранил, в принципе, там... Ну, за синяк тебе даже хулиганство могут не дать. Понимаете, везде есть нюансы. Какая сейчас для нас вот реально важная метрика, которую нам показывает УЕФА. Они делят не просто ошибки, вот их там 59, 49, 99, или сколько-то они говорят о том, что мог ли судья ее исправить. То есть ошибка не просто, как наличие ее фактора. И вот это вот нововведение, которое мы сейчас как раз с инспекторами отрабатываем, что будет оценка судьи снижаться, условно, крылья Совета в Спартак, судья Амелин, не видит микрокасание рукой мяча. Да. Согласно правилам игры, неважно, какое это касание, сильное, не сильное, любое касание руки, отставленное, это пенальти. По старой парадигме это двойка. По парадигме УЕФА это не двойка. Почему? Потому что есть предел человеческой возможностей, он это не мог видеть, он отработал матч хорошо, оценка ему не снижается. ВАР-вмешательство 8 положительно, судья, ну там, если не брать желтые карточки, 8,4, тоже красавица. Наша задача как раз в том, чтобы судья, подходя к монитору, в данном случае, я этот момент не видел, легко поменял, оценка прежняя, все легко, снять вот это. Вот почему для нас эти метрики важнее. Вот сколько ошибок, неисправленных у монитора, очевидных, вот если их 6 за сезон, то это катастрофа. Опять же, здесь... А у нас сколько? У нас их много. Когда у вас проходит некий сбор арбитров... Всем все понятно, и вопросов нет. Работа в группах осуществляется, то есть даются клипы. Все происходит тогда с ними на поле, если они хорошо происходят, все это хорошо в теории. Можно разделить на несколько составляющих. Первое, это просто не добежало, не увидело, если говорить о главных арбитрах, неправильно оценил ситуацию и прочее. У монитора это либо слабая подготовка, что случается, плохая насмотренность, неподготовленность, отсутствие концентрации. А как это? Вот объясните мне, что такое, когда человек смотрит 20 повторов, у него может быть неподготовленность? Ну, он неправильно оценивает момент. Давайте вот выберем не то, что мне запомнилось, а одни из самых весенних резонансных моментов. Это кубок, естественно. Зенит-Динамо, поскольку это момент вылета. Кто арбитр? Кукуляк. На поле? Да. Так. Очень громко его звает Паша Кукуян. Он смотрит и оставляет свое решение в силе. У него есть своя мотивация. Он считает, что... Что деньги Санкт-Петербург возвращать не хочет? Нет. Презнесено было несколько другое. О том, что он замедляет ногу перед этим ударом, и контакт является уже незначительным. Вот это вот как раз, понимаете, психологическая защита. То есть он в поле увидел так, пришел, говорит, ну, я вижу, что нога замедляется, этот контакт незначительный, я себя вот таким образом там защищаю. А вот здесь как раз мы говорим о насмотренности футболом. И что решение... Я хочу... Он себя защищает, надеясь, что дальше на СК прокатит, ну, и, соответственно, он там не получит еще... Ну, а как это еще можно объяснить? Ну, был сложный такой момент, ну, давайте объективно... Объективно... А что объективно? А какая объективность? У вас были... Просто матч в Санкт-Петербург или как? Нет, у вас было сомнение, что это нужно назначить пенальти? Смотрите, я родился и живу в Санкт-Петербурге. Да, ему не я спрашиваю. Я отвечу за москвичей. После этого я написал сразу, что, ну, это позор. Ну, что это пенальти для меня. Не то, что Наваре Кукуян ему сказал, и он подошел и посмотрел, а это пенальти, который сразу видно. Женя совершил эту ошибку. Ну, Женя, это наш перспективный судья, судья ФИФА. Мы не можем разбрасываться людьми, которых у нас недостаточно. Игрока никто не выкидывает. А давайте вспомним, была еще у него ошибка в этом сезоне? Была со Спартак к Химке. Да, была ошибка, но вот к этой ошибке у меня претензий гораздо меньше. Потому что это... Потому что это Химке? Нет, это... Нет, ну, так ошибка была против Спартака. Это немаленькая команда. в нашей действительности. Нет, дело не в этом. Дело в том, что эту ошибку можно объяснить. Человек просто не увидел. Ну, Вар не мог вмешаться. Он в перерыве уже это видел. Он понимал, что это ошибка. Ну, вот такие ситуации не бывают. Понимаете, чем ниже дивизион, тем таких ошибок больше. Еще хотелось бы вот разобрать про количество ошибок. Да. Было достаточно резонансное для судейского сообщества и там телеграм-каналов интервью Александра Дюкова, который, да, говорил о том, что ошибок стало меньше. Он говорил после 20-го тура. Их в чемпионате стало меньше. 35 ошибок он говорил. Ну, и, собственно, да. Вы говорили то же самое. И я допускаю, мягко скажем, что у Дюкова информация, собственно, от вас. Это оценка, чья, вот количество ошибок, это кто подсчитал, что вот у нас совершенно... Статистика ввела на тот момент департамент инспектирования. Оценки формируются следующим образом. Инспектор выставляет оценку. Дальше клубы, департамент судейства, судья. В общем, определенный набор субъектов может обжаловать ее в ИСК. ИСК принимает окончательное решение. В конце концов, мы аккумулируем количество ошибок и их выдаем. Исправлено было, неисправлено. Все очень четко, понятно, прозрачно. Единственное, что... Ну, может, у людей... Чем нам эта статистика кажется не совсем репрезентативной и что бы мы в ней, наверное, бы хотели изменить, что мы услышали в вашем запросе, как масса, это то, что... Если ошибок меньше, но они в топ-матчах никого не интересует, что их стало на 8 меньше. Их не должно быть в этих матчах. То есть матч «Спартак-Зенит» должен прийти без ошибок. Ну, хотелось бы, наверное. И вам бы этого хотелось, наверное. Безусловно. Мы же, как бы, мы не говорим на черное-белое, что вот ошибок стало меньше, мы и работаем молодцы. Да, в целом чемпионате ошибок стало меньше, влияние на турнировую таблицу стало меньше, но именно, если говорить о продукте чемпионата, в этих матчах продукт объективный, не всегда раз очень квалифицированное судейство, пострадал. Вы не ставите под сомнение оценки, которые ставят? И нет ли у вас ощущения, что, возможно, их специально забышают, чтобы не пользуются... Чтобы приемки были. Как и в любом коллективе, в большом, всегда есть обсуждение, что кого-то любят больше, кого-то любят меньше. Это будет всегда. Почему нету какой-то альтернативы? То есть вообще задумывались вы, ну, то есть у нас сейчас есть, да, оценка, которую выдал департамент инспектирования, да, и, соответственно, они это делали... Мы сейчас как раз эту ситуацию поменяли. Сейчас, в соответствии с новой концепцией, ну, вернее, я не знаю, насколько она новая, но с нового сезона. Мы сейчас ее изучали, и она мне очень понравилась. Концепция заключается вот очень коротко в следующих вещах. Ошибка арбитра, оценка арбитра должна понижаться в тех ситуациях, когда он должен был принять решение, имел возможность принять это решение, и его ошибка является довольно-таки очевидной. Второй вопрос. Кто отвечает за это? Судья, ассистент, резервный, то есть зона распределения. В чем важность для меня этой системы? Она, с одной стороны, более сложна для инспекторов, потому что надо разобраться, не просто двойку записать, а понять. Вот Карасев, условно, когда не назначил пенальти на Мартинсе. В чем интересность этого момента? Занимал ли он правильную позицию? Мог ли он занимать другую позицию? Должен ли он его занимать? Где он мог ее увидеть? Вот это должен оценить как раз инспектор. Если инспектор говорит, что Карасев все делал правильно, но в скоротечности момента не мог увидеть, оценка 8,4. Ему сохраняется, он молодец, бонус и все остальное. Но если он скажет, что он должен был переместиться иным образом, прочитав игру, тогда оценка снижается. То есть инспектора коррумпированы могут быть? Нет, нет, нет. Тут еще более важный момент. Именно поэтому сейчас у нас по всем 16 командам подготовлен тактический разбор. Как они подают штрафные, угловые и прочее, чтобы арбитр на предматчевых совещаниях... Это же абсолютно обычная история, но как это подготовка команды к команде. То есть это как в Лиге чемпионов? То есть судья получает некий листок? В Лиге чемпионов сложнее, но ты против... Ты судишь команды из других лиг, а тут, ну, то есть... Ну, тут... Это же ничего... Ну, не то, что сверх, ну, это вообще обычная работа, разве нет? Ну, я вам могу сказать, что три года назад дебрифингов на уровне второго дивизиона еженедельных не было. То, что вы перечисляете, это же все равно не альтернатива. То есть у вас все равно остается оценка исключительно департамента инспектирования. Правильно? Сейчас инспекторы переданы в департамент судейства. Да. Они подчинены... То есть все равно есть вот один орган, который выставляет оценки, ну, там, ошибки считали. В СК имеется его возможность пересмотреть. Инспектор, допустим, там, ну, считает, что все окей. Команда не выносит жалобу ВСК. Департамент судейства может вынести. А может и не вынести. Правильно же? Да. Безусловно. Да. Ну, до какого идеала мы можем эту систему довести? Каждому гражданину дать право на ПСК? Нет, нет, вопрос в том, что, ну, то есть, тогда получается, что, допустим, ошибка есть, ну, вот, там, инспектор, не знаю, там, по хорошим отношениям к суде, не знаю, там, просто, ну, такая же ситуация возможна. И, собственно, наш вопрос, который мы сейчас задаем... Пять таких ситуаций за сезон. Почему нету какой-то альтернативной, альтернативного подсчета, который был бы, ну, хотя бы, не то, чтобы официальным, но хотя бы сколько-нибудь важным для вас? А в чем он должен заключаться? У нас, смотрите, есть... В подсчете количество этих ошибок, потому что, опять же, у нас очень мало людей пишут про судейство, да? И это, ну, тоже одна из проблем, наверное, вот этой маленькой семьи. Мы работаем над этим. Есть... А что значит работаем? У вас есть карманы и журналисты, которые будут с одежды действовать? Не, 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 не совсем так. Мы со всеми, кто... Ну, Саша Бобров, для вас, авторитетный автор? И для меня есть более авторитетный автор. А кто? Ну, скажите, кто просто? Ну, автор, именно автор. Кто-то пишет вообще доступные вещи. Кто авторитетный? Которые нейтральные. Кто из трех? Из трех? Для меня Федотов за исключением одного арбитра. Переход на личность. Он для вас более значим, чем, допустим, Бобров? Потому что он судил в РПЛ, и он знает, что такое быть в этой шкуре. Я вот в РПЛ не судил, никогда не могу к судьям относиться очень жестко, потому что это будет с моей стороны самодурством. Я не был в дерби, я не знаю, как управлять игроками. А тогда как вы вообще можете управлять, если вы не понимаете? Я административно могу управлять, но я не могу... Ну, тогда вы должны выбрать, условно, кого вы делегируете полномочия. Безусловно, так и было, и так и есть. Но почему тогда человек, которому вы делегировали полномочия, ну, если говорить про РПЛ, это Николай Иванов, правильно? Да. По прошлому сезону. Все очень просто. Нет, почему... не почему вы делегировали полномочия Николай Иванов. Почему высказывались вы? для нас, грубо говоря, я думаю, что может быть даже для судей, допустим, вы, как для вас, бобров. Ну, то есть человек, который там никогда не судил, этим не занимался. Я понимаю этот вопрос. К сожалению, не все наши работники готовы... Умеют говорить? Не то, что умеют говорить. Готовы к этому и готовы идти под прессинг. Я честно скажу, осенью и весной особенно, когда возникал какой-то там негатив и громкий, я не думайте, что у меня было бы огромное желание идти на Матч ТВ или еще куда-то. рассказывать про ошибки и прочее. Просто если другие были не вполне готовы или мне казалось, что они не смогут объяснить все доступным языком именно болельщику, поскольку как болельщик я лучше понимаю, что сказать. Потому что они будут объяснять со стороны арбитра, иногда это может вывести эффект обратный. Я как бы шел это делать, поскольку по должности я это обязан. Так же, вот как я являюсь представителем судейского комитета, у вас есть ко мне вопросы разного рода, я прихожу к вам на них отвечаю не за того, что мне это нравится или не нравится. Это часть профессии. Если тебе не хочется этим заниматься, не работай и все. Ну разве для них это не часть профессии? Во-первых, во-вторых, год назад вы говорили про тренд на открытость. Не все его могут поддержать, к сожалению. И третье, будет ли изменение с приходом Мажича? Готов ли он отвечать и объяснять? Нет, с Мажичем подход к открытости будет немножко другой. Какой? Вообще закроется все. Не вопрос закроется, а вопрос в том, что судьи должны подтянуть в первую очередь свой профессиональный уровень, а уже потом все, что было внутри, мы вам уже все все показали. Я не думаю, что есть какой-то процесс судействия, который существует. Я думаю, вопросы предвзятости в том числе и там не возникали, потому что мы показали изнутри профессию максимально подробно. То есть с этим закончено? Сейчас у нас главная задача на ближайшие как минимум полгода, чтобы арбитры стали работать как профессионалы на уровне команды. Подготовка к матчу, послематчевый анализ, нарезка моментов, самоанализ, повышенные требования к фитнесу и прочее. Если досмотрели турнир, который был организован на матче ТВ и Газпрома, мы могли отметить, что наши арбитры преодолели на 1-2 километра со страху больше уже сейчас, при новых требованиях. Сейчас мы... Вы сейчас говорите как футболист, если он будет бегать не 10 километров, а 14, он будет хороший футболист. Нет, но я причем... Сохраня... Нет, тут главное быть готовым к принятию решений на 80-е минуты. Когда ты... Футболист находится в полуобомырочном состоянии, это проблема, это плохо. Но когда судья находится, он может даже и добежать и увидеть, но просто на усталости... Ну, когда вы устал, вы сами понимаете, вы менее активно управляете игрой, начинаете пропускать моменты, начинаются проблемы, потому что вам уже хочется идти отдыхать. Это нужно избежать. Дюков и вы называете одни цифры. У Боброва в Спортэкспрессе выходила цифра совершенно другая, почти там в два раза превышающая, у него там больше 100. и, соответственно, он прям публикует список этих ошибок, по его мнению. А Федотов, который для вас более авторитетен как эксперт, и, насколько я понимаю, они между собой не очень много общаются. Давайте так, у нас более авторитетные эксперты, у меня находятся в ВСК и в департаменте. Мы говорим просто о тех оценках, которые, мне кажется, более авторитетными для зрителей. Но... Сами более качественные эксперты у нас есть внутри. Просто не очень понятно, как происходит, когда вы говорите про одно количество ошибок, а два человека, которые, ну, просто в этой теме давно, назовем это так правильно, при этом они с друг с другом не пересекаются, у них, по их подсчетам, количество ошибок в два раза больше. То есть не очень понятно, как возможен такой разброс. Ну, у Федотова я не знаю, что было там в два раза больше ошибок, если честно. У нас это, наверное, невозможно. А, ну, во-первых, там есть разные трактовки моментов, ну, с которыми мы просто не согласны. У него оценка такая, единоборост у нас другая. Это его право, его видение. Это вот с Федотов, это в прошлом один из 23 судей РПЛ, который, может быть, не самый идеальный с вашей точки зрения, у них с Лопочкиным, я думаю, тоже далеко не совпадать могут. Это, к сожалению или к счастью, судей нельзя загнать в один шаблон именно в оценке единоборства. Правила-то они все одинаково знают, видеотесты сдают одинаково, все на 20 вопросов. А уже вот оценка единоборства, кто-то говорит, да нет, для меня это фигня, я бы дал пожестче бороться, а кто-то говорит, нет, для меня это красное. Ну, просто по человечке то есть у вас не возникает мысли о том, что вот когда вы видите здесь условно 50, а здесь 100, у двух человек. У вас не возникают мысли, что люди, которые пишут о судействе, Сев, вот это монетизируемая тема, писать о судействе, на это можно заработать просто за счет рекламы? Именно в телеге? Да. Я вряд ли думаю, что, например, Бобров получает больше. Ну, то есть у него в телеге я не видел рекламы. Ну, у Федотова есть реклама. У Федотова есть. Значительные деньги, можно на этом заработать? Ну, если мы говорим про кого-то, я думаю, да. Ну, прям значительные. Ну, не прям значительные. Ну, я имею в виду честно, просто эти заведения... Ну, примерно столько же можно заработать при успешном канале, сколько один судья, главный, получал в конце сезона за матч РПЛ. В месяц? В месяц, да. Ну, это прям надо хорошо. Вот, соответственно, можно ли вносить искажения в эту информацию, давая инсайды... Популярности будь. Не-не-не, давая инсайды. Просто. Выгораживая там друзей или помогать материально. Я вам о чем? Просто, когда вы говорите, что есть разного рода там блогеры и прочее, которые мы там должны доверять и воспринимать как истинную последнюю инстанцию. Окей, у них есть позиция. Можно ли их всех считать бесконечно честными, интересными и прочее? Нет, мы даже не можем считать, что их мнение абсолютно честное. Нет, я не говорю про честность. То есть вопрос чисто исходя, что у нас есть, грубо говоря, три оценки, да? Я про то, что их мнение тоже субъективно и разбираться, почему оно субъективно. У нас был опыт, когда мы взяли трех экспертов, сделали три таблицы, кто как кого любит, кто кого не любит, кто какой судья с кем сотрудничает, кто как объясняет. И корреляция определенная есть. О том, что кто-то о ком-то пишет лучше, кто-то о ком-то пишет худше, кто-то для кого-то является информатором. Вопросов нет. Должен ли я эту информацию воспринимать для себя? Говорит Александр, как некий источник анализа. Если есть судьи, которые с определенными блогерами держат тонкую связь, соответственно, здесь у нас с ними может быть расхождение. Мы относительно их, скажем, беспристрастно, а там говорят, ну слушай, давайте я там пару моментов отпущу. Либо в этом же туре я кого-нибудь другого побольше притоплю, и вокруг в отношении него создам больший скандал. Возможно ли такая ситуация? Ну, теоретически, фактически, конечно, возможно. Ну, соответственно, поэтому, исходя из этого, что я никого за руку не ловил, но поэтому мы относимся к этим блогерам, ко всем, кто пишет в целом, даже не этим трём, а в целом, довольно-таки критично, поскольку не совсем понятный источник их мотивации, финансирования и прочее, он может быть потенциально с искажением. Я никого, опять же, не обвиняю, но просто такая тема может быть, а то, что есть приятели, друзья, к которым часто что-то спускаются, это 100%, это мы уже там математически просто проанализировали. 50 постов установили. У меня в какое-то время, честно скажу, стало даже слишком много, я сам себя стал утомлять со своими комментариями и прочее. Просто нужно везде искать разумный баланс. У нас, критика, которая есть в отношении нас, мне кажется, она чаще всего связана, что мы неправильно поймали баланс. Сходили к Спартаку, к Ростову, не сходили к Уралу, зачем вы проводите эти там совещания, встречи с командами, еще что-то сделали. Но мы пытаемся сделать то, что до нас не делали. У других клубов возник вопрос, почему от командцев пошел... Ну, Крылья Советов нас не звали. Ну, Крылья Советов вас не звали. Хорошо, вы не считаете, вот вы сейчас говорите о том, что какой-то момент там стало много, и то, что мы не можем поймать баланс, за это нас критикуют. Вам не кажется, постфактум, что, допустим, встреча со Спартаком, даже не сам факт, а то, что про это не было там какой-то публичной информации до... Медельные, начались сливы. И это большая ошибка. Ну, вот именно имиджевая. Не сам факт встречи... Я бы, да, делил это на две составляющих. Сама встреча со Спартаком была безусловно полезной. Она нам дала дополнительное понимание взгляд тренера на судей. Именно не по ключевым решениям, а в том числе и расположение, где мы там мешаем играть в вертикальный футбол, где они считают, что мы тянем время, где не тянем. Это было полезно, и в том числе это там входит в текущую аналитику по подготовке к матчам и прочее, как команды играют, зачем и почему. Это было полезно. То, что, как это было сделано, можно было сделать в плане медийности лучше. Супер, однозначно. Это вот можно признать нашей ошибкой. То, что любая встреча с командой Спартак Москва должна быть анонсирована через час после завершения. Ну, да. А при чем здесь Спартак Москва? Нет, именно Спартак Москва. Нет, вообще. Почему? Нет, вы глава судейского комитета. 16 команд. Я понимаю, что, допустим, даже встреча с Ростовом, она уже вызывает не столько, да, там, ваша поиска в Ростов, она уже вызывает не столько интереса. Это понятно, но дело не в том, что это Спартак Москва, а дело в том, что почему с одними мы общаемся и про это мы не говорим. Мы со всеми общаемся. Нету никого, с кем мы не общались. Хорошо. Вы приехали на встречу со Спартаком, с Мешковым. Да. Зачем это было ему? Для Академии. Ему зачем это было нужно? Мешкову. За это лучше Мешков ответить, зачем? А он, у него был выбор вообще ехать туда или нет? Безусловно, если бы он мне сказал, что мне это некомфортно, мне это мешает подготовке к будущим матчам, он бы не поехал. У нас нет цели, услышите, мы не ходим, не передадим клубам, не извиняться, мы не делаем ничего незаконного, ненамеренного и прочее. У нас что-то в нашей работе не получается. Вы болеете в Спартаках? Нет. Нет, ну давай открыто. То есть говорили раньше, что Ашот Хачатурянц, болельщик Спартака, и поэтому... Особое внимание к Спартаку. Он уже потом не скрывал, что он болельщик Спартака, да? Я к Спартаку в Москву не звонил и не просил нас пригласить. Это была инициатива Гильерма Баскаль. Он захотел поговорить. В той ситуации, взвешивая за и против. А тренер может выбрать, говорить или не говорить с представителями судейского комитета? Пригласить, конечно. Я с любым тренером общаюсь. Хорошо, вас звал кто? Спартак и Ростов, правильно? Ну, потом Валерий Георгиевич даже захотел. Да. Валерий Георгиевич, комментирую вашу встречу, его цитата. Один и тот же наступ СК и КДК определяют по-разному, кто акцентирован, кто нет. Я не знаю, как такое происходит. Они сами этого не могут объяснить. Пусть мне хоть один человек в мире объяснит, чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного. Когда на этом семинаре просишь объяснить различия между акцентированным и неакцентированным наступом, ответа и логического объяснения не поступает. Ну, вы сказали, что со Спартаком вы сделали какие-то выводы. Понятно, что о выводах Спартака надо спрашивать у Спартака. Мы тоже сделали выводы. Хорошо. Какие здесь выводы могут быть? Интересно, просто какие выводы по этому его замечанию? Ну, я думаю, Валерий Георгиевич... Что это не его дело? Нет, нет. Валерий Георгиевич задача показать своим игрокам, что он за них борется, что они все ощетинившись как спаратанцы против нас. Что мы не можем объяснить прочее. Я могу сказать одно. Мы когда с ним обсуждали, он сказал простую... И он и РТШ сказали простую фразу. Я не говорю, что это идеально. Они сказали, нас судить по отношению трех сезонов в этом году стали лучше. Идеал недостижим, мы много не понимаем, но понимаете, как я не понимаю трагонометрию. Могу ли я при этом кого-то обвинять в том, что я ее не понимаю? Мы же понимаем, что все-таки есть разница в наступе таком, таком, таком. Нарушение безжелтой, нарушение желтой, высоко. А если у меня болевой порог очень низкий, и наступили мне на палец, и сломали палец? Усредняется. Это знаете, как этот, когда говорят, лишение явной возможности забить голову. Также можно сказать, это бежит защитник, один на 11 вратарем, он не забьет никогда, он деревянный. А это бежит, не знаю, там, Месси, он забьет 99 из 100. Но для судьи при оценке этого момента вычеркивается, кто бежит, с какой скоростью, принимается некое усредненное решение. Потому что, если мы говорим о скоротечных решениях, я же не могу сказать, узнать, как болевой порог, не болевой урок, не признается, что ему не больно. Ну, конечно, да. Вот поэтому и вопрос. Но Ростов в начале сезона, это было после уже того, как они получили несколько пенальти, и Карпин, и, по-моему, Алексей Рискин, спортивный директор Ростова, они публично заявляли о том, что у судьи теперь, значит, акцентированное внимание на Камлеченко, Я звонил РТШС на эту тему, и он сказал, что, да, безусловно, у нас очень акцентированное внимание на Камлеченко, Соболеве, Игнатове, Цыпченко, Писарском, любом игроке, кто в штрафной может симулировать, на котором могут нарушить правила, нам надо понимать разницу, когда он симулирует, склонен ли он к симуляции, каким образом он симулирует, или нет. Это подготовка арбитра. Если арбитр не понимает, как этот игрок себя ведет на поле, но он может принять неправильное решение. Как принимает арбитр решение? Просто это насмотренность футбола. Он понимает, что вот такие падения, это картинные, а вот такие падения, это не картинные. Ему надо понимать этого игрока, кто хороший арбитр у нас, опытный, потому что он уже видел этих игроков, знает эти тактики. Ну, я так понимаю, что наши все арбитры видели наших игроков. Ну, кто-то больше, что-то меньше. Ну, все равно он видел его. Он его, может быть, не судил, допустим, этого игрока, но он его все равно видел. Я тоже видел футбол, Но я не знаю тактику любой команды Александр может разобрать метрики любые Если это была бы ваша профессия И вы, допустим, готовились бы Вторую лигу судили, первую лигу судили Соответственно, вы, наверное, смотрите футбол И высшей лиги тоже И поэтому вы понимаете, что если, допустим Есть у нас ряд футболистов Резерв для того, чтобы более внимательно Смотреть футбол, лучше разбираться Лучше изучить игроков У нас, безусловно, есть У нас была количественная, в том числе, нехватка арбитров И те лекции, которые Николай Владимирович Иванов Двухчасовые читал Я прекрасно понимаю, что Когда к тебе нет повышенной требовательности Когда к тебе нет негативной мотивации В виде потенциального пропуска матча И прочее, из-за такого календаря И прочее, что эти знания заходят тяжело Когда мы думали о том Какой нужен руководитель департамента Я просто напомню, что я был назначен Руководителем департамента Не из-за того, что РФС проводила долгую работу Решил, что ход с назначением юриста Это очень грамотно Очевидно и прочее У нас сфера определенных обстоятельств Сначала уехал Кошай Я руководил департаментом, по-моему, месяц до назначения Перейра Потом Перейра тоже отъехал И я уже это выполнял там Какое-то время Соответственно, Николай Владимирович был Менеджером первой лиги И он абсолютно логично Просто перешел в РПЛ Поскольку он знает стандарты Знает арбитров И он продолжил эту работу Дальше уже, понимая, что нам нужен современный Понимающий русский язык Жесткий, довольно-таки авторитарный, требовательный специалист Мы начали думать, кто это может быть С учетом геополитических реалей Как понимаете, из озвученных мною требований Которые мы сами изначально понимали Специалистов было не так много Особенно тех, кто находился не на контракте И кто был готов связать свою судьбу с Россией И понимая, все будущие возможности Опять же, мы подводим к тому, что Мажич Это вынужденное назначение Это не вынужденное Это продуманное, подготовленное назначение Он год назад практически зашел в ВСК После чего мы начали обсуждать Что можно улучшать, как можно улучшать После этого он приезжает на сбор После этого мы обсуждаем структуру Мы шли к этому долго-долго-долго-долго Если у него не получается Это будет моя ответственность Я тут уже ничего не смогу сказать У Карпина публичная реакция Это на защиту И это месседж игрокам Хорошо В том числе Что тогда вы почерпнули Из общения с Абаскалем И что вы поняли О его взгляде на судейство Я увидел в том, что насколько мы Далеки только от друга И что нужно больше общаться На какие-то судейские темы С тренерами Почему? Потому что у него был один из вопросов То, что мы в конце убиваем динамику То, что вы показываете желтую карточку Игроки лежат Симулируют А мы ничего не делаем А что он хочет, чтобы вы сделали? Вот ровно мы ему это объяснили То, что если игрок говорит Что у меня травмирована спина Судья не может взять его и за ноги Отволочь Он может побыстрее Более динамично Попросить носилки Добавить больше времени Это то, чем мы можем управлять И то, что мы судьи Настоятельно просим делать Почему это происходит? Почему судьи могут в конце игры В том числе Немножко снижать динамику Мы тоже понимаем, почему Потому что они устали Конечно А скажите А есть у вас рекомендация Почему судьи при каждом угловом Орут игрокам Не трогать друг друга? Объясню Это момент связанный Каждый раз одно и то же Да-да-да Сейчас я вспомню матч Который у нас был казус С этой ситуацией А Судья Бобровский Навар Мешков Торпеда Ростов Камличенко Инициирует контакт Давит-давит защитника Защитник ответной реакции Толкает Камличенко Камличенко падает Бобровский назначает пенальти Мешков не вмешивается Потому что видит Взаимные задержки И прочее Ну то есть для него Это как раз та ситуация Когда Вар не должен вмешиваться Как судья решил Так и решил Это вот О пограничности ситуации Когда мы говорим Что стоит выводить или нет Для всех болельщиков Стоит В судейском сообществе Они говорят Ну не факт Тут же есть там Задимные задержки И так далее И тому подобное Соответственно Вот этот вот момент Когда был разбор На подсамочном дебрифинге Яну сказали Что Ян Такие моменты Надо не допускать То есть он Если бы он проговорил его Ты должен подойти Сказать Камличенко И я увижу Что ты его толкаешь Свисток в пользу обороны Все Атаки вашей нет А он как будто не знает Это правило Все все знают Но все же пытаются Получить свои преимущества Ты мне Судья Ты мне об этом не сказал И отчет И ладно Мы тут слегка А когда тебе уже сказали Что я лично за тобой слежу Не надо этого делать Я не хочу таких проблем Как были у Бобровского Я не хочу пропускать матчи Я не хочу там Хейта Получать и прочее Это вот вся ситуация После этого она пошла Так о чем это говорит Но это был не первый тур Это был уже там Не знаю Четвертый-пятый пенальти Ростова в сезоне Уже плюс-минус Все понимали Как играет Камличенко У монитора У телевизора Это безусловно Всегда все очень легко Когда от тебя ничего не зависит Это легко принимать решение Есть ситуации Которую можно не допускать Как он может не подходить Тогда Камличенко сразу И вот эти превентивные меры Применять До матча Ну вот значит Он допускает Ну поймите Нет-нет Я говорю Может это по трибунам помещений Ряду игроков говорить Сразу До матча В первой же ситуации Вынес желтую Для зрителей Это будет непонятно Я так понимаю Что вам без разницы За зрителей Вам больше нужно Чтобы судьи Исполнили указания Ваши Зрители потом Объясните Для зрителей Это будет непонятно Чтобы понятно Были для зрителей Принимаемые решения Это же ваша работа И медиадепартамент РФС Чтобы это объяснять И собственно Ну здесь Раз мы проговорим эту историю Сезон стартует На этой неделе И соответственно Мы уже можем понимать Если будет вынесена Желтая карточка За симуляцию В начале матча Это означает Что мы проговорили Это до игры Вы глава Судейского комитета То есть Такого большого пузыря В котором Для зрителей Чтобы было понятно Существуют Вот эти все департаменты Соответственно Уже вам задавали Этот вопрос неоднократно Но мы знаем Что это нарушает Нормы Потому что Собственно Вы не судья Вы глава Судейского комитета Уже год Да Как сейчас Реагируют на это ФИФА Красиво вызвали Мы работаем То есть они свыкли с этой мыслью Что с русскими На русских правилах Не работают Система же заключается в том Что я же не какой-то там Самодур и кровопийца Я не делаю ничего хуже Чем сделал бы Любой судей Но это Нет Есть закон Действительно Мы же не говорим о том Что вы там плохо Сейчас делаете Свою работу В контексте Вот в этом Отвечали Что мы Представляем Вполне обоснованное Объяснение О том Что распределение Работы Внутри СК Департамент судейства Дух конвенции Соблюдает Да Устраивает ответ Ну негативных Никаких факторов У нас не было Вы говорите Допустим Когда вот Сева затрагивал Вопрос открытости И там Публикации переговоров В ВАР То есть вы объясняли Что это там Мы публикуем это В рамках обучения И мы там Ну грубо говоря Чуть-чуть Это расширили Что это Обучение общественности Ну да То есть Тут Вы говорите Что там На постоянной основе Это невозможно Потому что там ФИФА против Правильно Публикации Разговоров В ВАР Не столько Постоянные А сколько Как болельщики Требуют Через неделю Всех матчей И прочее Мы никому не объясним Что это Не раскрытие Просто Ну то есть Здесь Здесь вы не идете Грубо говоря На нарушение А здесь вы идете На нарушение Ну Какая логика Логика такая была Что у нас был проект В рамках которого Стояли задачи Которые я должен был Выполнить Мне сказали Их нужно выполнить Я их выполняю Есть ли еще Хотя бы одна страна Где глава Судейского комитета Не вышла Я не знаю Вам это не интересно Ну просто по-человечески Если зададут вопрос Федерации Я объясню Что мы сделали За это время Если они скажут Что даже При том Что мы сделали Одно Второе Третье Пятое Десятое Что для них Моя персона Является Там неприемлемой Категорически И что это Вот супер принцип Я должен уйти Ну значит Исполком Примет такое решение В интересах Российского футбола Я не думаю Что я там Такая величина Которая Будет Препятствием Я Делаю Эту Работу Там Несколько мотиваций Первая У меня попросил Ну после месяца Что-то впрочем У меня попросил Завершить это Александр Валерьевич Тоже поддержал Мне это То есть пока Спартак не станет Чемпионом Вы будете руководить Ну столько Еще лет Как минимум Пять Точно Вы будете руководить Для следующего Пришествия Тимура И Петковича Да Ну на самом деле Вопрос Сложный Насчет времени Мне сложно назвать Подождите Вы сказали А мотивацию Аршас Рафаилович Александр Валерьевич Второе Мотивация Мне очень интересно Работать С частью Менеджеров С тем же Митрофановым Руководителем Части клубов Алаев Да Очень интересно По-разному С кем-то хорошо Как-то здесь был Странный тон И вкида И ответ Просто Александр Александрович Алаев в каком-то моменте Открыто сказал Что нам бы хотелось В РПЛ Более качественно Судействовать Это не было В ваш адрес Как бы Сказано Безусловно В наш адрес В хороших отношениях Я могу Мы в рабочих В рабочих Ну в рабочих хороших Или в рабочих плохих Ну а вообще то что У нас очень мало пересечений На самом деле С РПЛ Да Ваши судьи То есть РФС Да Там делегирует Право проведения чемпионата РПЛ Понятно Судьи под РФС Но судьи Обслуживают матчи РПЛ И как вы можете Не очень много Общаться с главой С главой РПЛ Ну у нас оперативных вопросов Просто именно с главой Не так много Какие у нас могут быть Они каждую неделю Они возникают Какого рода Ну по назначениям По ошибкам Опять же В ключевых матчах Назначение это По физической подготовке Арбитров Назначение прерогатива РФС Оно не обсуждается Ни с кем никогда Я так понимаю Что когда какие-то Есть жалобы у клубов Они бегут Условно к Алаеву Да нет Они идут к нам Ну и Это отчасти к вам Когда они пытаются Жаловаться Отчасти Долетает до руководителя РПЛ Безусловно Долетает И до Александра Валерьевича А как вы можете Не общаться тогда Максимально тесно И Все-таки РПЛ Это главная Главная Гершина Айсберга Где должны быть Лучшие из лучших Объясню С Максимом Львовичем У нас пересечение По там Шести направлениям Футбола Бюджеты Финансы Служебки И прочее Соответственно У меня с ним Оперативная необходимость Общаться Она просто Обусловлена тем Что у нас есть Не из-за того Что я ему хочу Позвонить И сказать Максимович Тут тур был хороший Плохой Или еще что-то Мы на эту тему Можем вообще не общаться Но у нас есть Определенные Операционные процессы Процессы Связанные С назначением Судь Или еще чем-то Они уже настолько Отработаны автоматически Что они Вмешательства Сан Саныч Вообще не требуют Сергей Николаевич Галевского Если у него есть вопросы Он не задает их У Сергея Николаевича Некоторые знают У Сергея Николаевича Есть много вопросов Они есть Каждый тур Мы с удовольствием Общаемся с ним После матча ЦСКА Краснодар Мы наверное Общались Ну не знаю В большей сложности Часа 4 И с каждым руководителем Клубов Я спокойно Абсолютно общаюсь Не то что я там Против Да не 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 Мы вообще сейчас Мы оценки не сделаем Если есть прямой контакт Но он более правильный И разумный Среди вот вашего Перечисления Я не услышал Как мне кажется Двух вещей Которые хочется Чтобы вы прокомментировали Первое Я не услышал Искренней любви О которой бы вы сказали Приметно к делу Которым вы сейчас занимаетесь И я не услышал То есть вы сказали Что вам нравится Общение с некоторыми менеджерами В частности Вы допустим Упомянули Максима Львовича Митрофанова Но вы не упоминали Среди этих людей Каких-то менеджеров Или судей Ну это просто уже там Максим Львович Просто понятно Он там прямой Александр Митрофанович Мои первые начальники С кем я общаюсь Постоянно Остальных Я кого-то назову Кого-то не назову Я могу их назвать Я любить начальников Это вот Я могу их назвать Нет Естественно Частью моей мотивации Является то Что мне может позвонить Сергей Николаевич Недовольный И частью моей задачи Будет его успокоить А был звонок От Сергея Николаевича Довольного Который сказал Павел Юрьевич Отлично было Снесу действие Спасибо вам Что вы так К нашему матчу подошли Было Было такое Он сказал Что в судействии Там был Нет там Негатив тоже был Такой Что что-то там Про минуту добавлен Еще что-то Но Сергей Николаевич Когда мы последний раз общались Я ему сказал Что Сергей Николаевич Я говорю Вы по концу сезона Не скажете Что вас убивали И прочее Это моя задача Это было у нас осенью Это я даже не с ним общался С Хашиком общался В Краснодаре И когда мы последний раз были Где вот виделись На Кубке Я сказал Сергей Николаевич Ну как Он говорит Ну все недостижимо Но в целом Ну немножко мы там Видим Какое-то там Доверие образуется Ну такое заявление Которое вы сейчас Публично еще произносите В адрес Руководителя одного из клубов Может быть же Воспринято Очень двояко Симпатия Нет Я говорю То что стало Получше Никто никогда не скажет Стало хорошо Нет Это их позиция В смысле Это их комментарии В ответ на суде Вы сказали Что в ноябре В разговоре Я не понял То ли с Сергеем Николаевичем То ли с Хашиком Вы сказали Что у вас не будет Ощущения Что вас убивают Мы вам все объясним Расскажем все решения И после этого Момент ЦСКА Краснодар Четыре часа Мы в общей сложности Там на трех созвонных Я ему объяснял решение Я ему не говорил Потому что у вас Будут судить хорошо У вас будут ошибки Но если ошибки будут Мы их признаем Я объясню Это вопрос восприятия Почему вы это говорите После окончания Одной части сезона То есть это же можно говорить После Каждый раз в полгода Почему это Как-то вот особенно звучит Сейчас Такие звонки Как правило Происходят Помните у нас в начале Сезона были Ошибки Против команды Урал Они там вот пошли Так Маскалев там ошибся Еще что-то И когда мы С Григорем Викторовичем Начали себе Давайте по итогам сезона Вот сейчас Неудачный период В эту сторону Потом будет в другую Надо менять Что Шалибов плохой тренер Придет Гончаренко Хороший Я просто не понимаю И все поменяет Что значит Потом будет хороший То есть мы Регрессия к среднему На что происходит Почему Да Просто у нас есть Анализ других сезонов Что как правило Это выравнивается Если внимательно обращать Если быть честными Не назначать Специфических сузей Ни с кем Ни о чем не договорится Я убежден Что количество ошибок Должны распределяться Ровно У нас Это Статистика есть У нас ошибки Стали распределяться Объективнее И эти руководители Команды понимают И они понимают Что стало честнее Я говорю про это Я не говорю Что они сказали Что нас судить стали Они говорят Честнее стало Вот что можно сказать И Сергей Николаевич Я не сказал Что у вас будет Плюс семь ошибок Я сказал Что у вас Ощущение честности будет Если его не будет Ну тогда я буду уходить Потому что Моя задача Сверхзадача Которую я сам Перед собой ставлю Это вот таких Больших людей Которых я очень уважаю Попытаться Переломить их сознание Это как некая игра Вот в этом она есть Вы сказали Да про равномерное количество Ну понятно Что это там Не обязательно Ноль Да там Семь ошибок Туда Семь ошибок Туда Ну вот Не знаю Грань там Одну-две ошибки Плюс четыре Плюс четыре Плюс-минус четыре Вот это сейчас Максимальное отклонение Которое есть Было На момент нашего прихода Плюс-минус девять У команды Я не буду говорить Плюс или минус Это говорит о чем Нет Это важно Нет У кого-то плюс девять О чем это говорит О том что По каким-то причинам И нашей работе Симпатия была Кому-то Каким-то командам Больше Усреднились ошибки Они стали распределяться Как это подразумевать Математический анализ Условно Есть команда Которая проводит Время больше в атаке Кто-то говорит Ну у нее должно быть Больше ошибок Но это не так Потому что ошибка Могут назначить Могут не назначить Пенальти То есть от стиля команды Количество ошибок По идее Никак не распространяется Потому что ошибка Может быть в любую сторону Вы и Ашот Рафаилович Когда вас спрашивают О главных плюсах За время вашей работы Вы неоднократно И в том числе В последнее время Говорили о повышении Зарплатного фонда Это звучит Все окей Но я не понимаю Вот допустим Там опять же Дальше я буду Карасевым Вот дадут мне На сто тысяч больше Я что отработаю Этот матч лучше Это не работает так Что дали 200 Стал судить сразу же На 125% лучше Но это улучшает А мотивацию Б снимает вопросы Потенциальные Не все вопросы Но многие вопросы Коррупции Ну а что там Не предложат Несколько раз больше Что ли Судья на дистанции Получит зарплату Больше Объяснилось Вот Сева Когда работал В Спортэкспрессе Или еще где-то Давайте представим У него зарплата 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей Нет это было в другом месте Ну в другом месте 50 тысяч рублей Просто 50 тысяч рублей Прихожу Ягу Сев У меня есть судья Очень хороший Надо его продвигать Можешь по нему Пописывать Что он там Такой интересный Матч Ну так отражать Я тебе дам 200 тысяч рублей Конечно он писал бы Не без бы Конечно так и было Вот смотрите А сейчас у судей Условно зарплата 600 тысяч рублей Он знает Что за этим следят Наблюдают То есть Вы имеете 600 Подчеркните Что это 3 матча в месяц Он может отсудить Да Поэтому 600 Два матча в поле И 1 И 2 матча в ар То есть Ну то есть В среднем В среднем наши судьи Получают 600 Ну чтобы зрителям было понятно О каких деньгах идет речь 600 тысяч рублей Плюс-минус В среднем В среднем да Так получается Соответственно Если у вас есть Длительная перспектива Годовой бонус И прочее Любые движения Совести Я не говорю Что они исключены Но они стоят дороже Хорошо Вопрос Если вы ловите Судью на коррупцию Вы будете его отстранять На год Как раньше было Чтобы Грубо говоря Чтобы его купить Надо было больше Чем 7 миллионов 200 потратить Он ходит за списка Навсегда Навсегда С списка Да Был такой прецедент Наверное Да Ну конечно Было Все понятно Но Если говорить про отстранение То есть Мы обсуждали уже Кукуляка То есть Вы говорили Давайте так Просто разграничим Это важное понятие Отстранение Это когда человек Совершил дисциплинарный Проступок Вот вы знаете У нас там на сбор Был Поброс Зимой Некий косяк Но это не буду комментировать У кого он Он был А легкое алкогольное пенение Возможно У кого-то Да Было Некое нарушение И за это он Дисциплинарной комиссией Вполне официально Получил наказание И лишился Своей годовой премии Потому что записано Что за дисциплинарный Проступок Лишаешься годовой премии Я думаю Что это Хорошая прививка Для всех Что вот так бывает Что с одной стороны Есть Большие возможности С другой стороны Есть ответственность Давайте закончим Про разгонящение То есть вот отстранение Ну там понятно Допустим Вот пьянка на сборе Понятно Ну не дай бог А вот Как называется То что Произошло с Куликом Ротация Попал в ротацию Да Ну это Разве не манипуляция То есть он пропустил Там сколько Там Объяснил Разница Есть разница И очень четкая Если вы Дисплифицированы На 10 матчей Как бы не судил Какой-то другой судья Сколько бы он ошибок Не совершал 10 матчей Мы вас не увидим Ни в одном дивизионе Никогда Если вы допустили ошибку У вас оценка 6,9 Или еще какая-то Крайне низкая Другие ваши коллеги Вам сильно помогли Совершили еще более Чудовищные ошибки Вы в соответствии с рейтингом Просто получаете Следующее значение Потому что количество Орбитов ограничено Если говорить про РПЛ Ну сейчас вы узнаете Что мы инстинерсом Не только РПЛ Если брать топ-10 То там Мы очень внимательно Изучали этот список И на 6 месте Евгений Турбин Да И мало количественных значений Собственно вопрос в этом Есть ли вообще Какая-то фильтрация Все очень просто Это рейтинг РПЛ По матчам РПЛ Не включающимся Первый и Второй дивизион Но арбитры назначаются В Первый и Второй дивизион И часть из них Там Качество работы показывают Не то, которое мы от них ожидаем Соответственно Они пропускают Большое количество матчей Плюс к этому Еще может добавляться Недостаток физической формы Соответственно Такие же пропуски были Как у Турбина У Маскалева Который тоже один матч Первой лиги Отработал Сильно ниже ожидаемого уровня К сожалению Соответственно Вы можете видеть Что у него рейтинг там один Именно как РПЛ Хорошо И допустим Вот я Кирилл Левников То есть Я отсудил гораздо больше матчей И я нахожусь в этом рейтинге ниже То есть Я тоже в топ-10 Это рейтинг РПЛ Я понимаю А если выбрать сводный рейтинг А почему публикается То есть вообще Вот существует ли вот этот сводный рейтинг Есть, конечно А почему тогда публикуется только РПЛ Мы можем публиковать два рейтинга У нас учет Чтобы вы понимали Ведется Это так называемая Высшая рекомендация И в целом по всем матчам Вам не кажется Что публиковать вот этот сборный рейтинг Где будет учитываться и первая лига Если кто-то из РПЛ спускается туда Это будет уместить Понимаете Это тогда надо ее публиковать Это у таких въедливых людей К цифрам какой возник Вопросы еще Как они между собой коррелируются Какие коэффициенты Как что и так дальше Это уже надо будет тогда раскрывать Просто все оценки Вы же говорите о том Что мы хотим быть открытыми Здесь конвенция не позволяет нам раскрывать оценки И регламент не позволяет вам быть главой судейского комитета Ну это уж совсем Это не к тому что На мой взгляд вы не подходите Я не понимаю Можно этот рейтинг опубликовать Он как бы не является Ничего в нем Я не понимаю Честно говоря Зачем он нужен Там простому зрителю Который увидит Что судья из этого рейтинга Допустил против его команды При ошибке Я обычный зритель Турбин упадет в рейтинге ниже За счет средних оценок В первой лиге Но в первой лиге Судья довольно-таки больших количеств Как раз речь об этом То есть я Я понимаю Я даже для Тимура То есть я зритель Я вижу что РФС в телеграм-канале Публикует о том Что вот у нас все Рейтинг готов Я открываю Я смотрю Там безбородов Там 20 с чем-то матчей Красиво 20 с чем-то матчей Дальше там У кого-то меньше 20 И дальше Турбин Там вот у него 12 матчей Для нашей медиа-службы Я в тот же день прокомментировал Если это просто Настолько интересно Что нужны две таблицы Можно рассмотреть Дать две таблицы Стартуй чемпионат России Мы опять без линии ВАР У вас китайская система Которая еще не прошла Для чего нам сейчас Лицензирование УЕФА Линии ВАР Если вы считаете Что китайская система Справляется с этой Или почему с первого же тура Из-за ваших партнеров Наших партнеров? Да Это кто? Фондбет? Букмекерских Команд У нас есть Правила игры Утверждаются Министерством спорта Министерство спорта Обязывает проводить Чемпионат Соответственно Этими правилами игры Поэтому на них Можно принимать ставки Включать в ЕКП И так далее И тому подобное Потому что Как вы знаете Не на любое же событие Можно поставить Ну да Которое в системе Которое соответствует Которое соответствует Которое требование Соответственно С правилами игры Вмешательство С использованием Линии ВАР Это разумевает Наличие лицензии Сертификации Лицензионного соглашения С УЕФА Поставленные нам технологии Пока у нас этого нет Любое вмешательство Будет вести То есть вы идете Ну то есть Оно же может и не быть То есть УЕФА Может и не лицензировать Вашу китайскую систему Нет Они уже их сертифицировали Сейчас они находятся На стадии подписания Лицензионного соглашения Как только они Подпишут лицензионное соглашение Возникнет юридический Сам продукт Который мы можем купить Ну это когда примерно Ну в течение Трех недель Они должны То есть до 1 сентября У нас линии ВАР появятся Погодите Я не могу за них отвечать Это ориентировочный срок О том что они Подпишут лицензионное соглашение С ФИФА Компания Ригер Появится в соответствующем разделе На сайте ФИФА Сейчас ее еще До сих пор и нет И после этого Они нам поставляют сервер И привозят их И устанавливают Сейчас нам нечего купить Потому что юридически Вы понимаете почему Этот процесс так затянулся Потому что дедлайны Смещались уже несколько раз Которые вы озвучивали Я понимаю Что в данном случае Выгляжу не очень хорошо Но мы опираемся На общение наших китайских коллег Поскольку мы не являемся Субъектами отношений Из ФИФА в данном случае То есть это Они без вас пытаются Ну вы их ФИФА ФИФА это они лицензируют Сами Да это их Могут они не пройти Лицензирование А вы на них ставки Не не Сертификацию они уже прошли Хорошо сертификацию прошли Но этого маловато Сейчас идет Юридическое оформление Лицензионного соглашения Это юридическое отношение ФИФА И Ригер Которые в последующем Позволяют Ригеру Эту технологию Начинать продавать Везде Что это за То есть это компания Которая Сами вышли Сама вышла На РФС Да Когда ушел Хакай Мы изначально Заботились не столько О офсайдных линиях А вообще в целом О провайдере Технологии ВАР И в том числе У нас был Такой Как мини отбор В том числе В котором участвовала Компания Ригер Но в части своей технологии Именно для ВАР А кто-то еще был Вот из тендера У кого уже есть лицензия У кого именно Более офсайдные линии Нет Перед нашей встречей Я общался с людьми Которые имеют отношение К IT И они Российские И живут в России И они И собственно у них был вопрос Почему сами не написали Что Почему сами не написали Почему нельзя было Объявить тендер Ну среди Там российских компаний Оценка Российских компаний По созданию Негарантированном Создании Внегарантированные Сроки Внегарантированные Сертификации Из кучи Отлагательных условий То есть мы могли Как это бывает Войти И в ремонте Уйти в вечность В два раза Превышало бюджет Который у нас То есть нет Даже Ну и не было Никакой гарантии Что их лицензирует FIFA Для двухмекерских контор Как таковых И для официального Проведения Соревнований Не было гарантии То что Российские Оффсайдные линии Сертифицируют Быстрее В текущей Геополитической ситуации Кто в Европе еще Поставляет Дельта Каст Еще другие были Это чье производство Там есть такие Которые дружеские Нам страны Итальянцы 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 Не хотели с нами Сотрудничать? Ну понимаете Там не было Юридической гарантии Что они в любой момент На тот момент Не отзовут Отзовут ее Либо не дадут обновлений Тут же еще То есть еще Сервисное обслуживание То что будет Какой-то Выявиться В процессе Не знаю Нового стадиона Какие-то моменты Что Где-то что-то не работает И мы попросим Именно под конкретный Стадион доработать Что-то Политическая ситуация Ухудшилась Очередной пакет санкций Поэтому извините Но мы с вами Там работать не будем А нет такой У вас страх С китайской компанией С этой Ну С Китаем Мне кажется У России Шикарные отношения Ну все может быть Если так уже Дуть на воду То все может быть завтра Всегда все может быть Ну да Просто я так понимаю Что итальянцы Я так слышал Что итальянцы Готовы были Сотрудничать с Россией Они были готовы Сотрудничать с Россией Через Скажем так Через посредника Да А посредник Это у лицензионного Понятия Это не машину Из Дубая привезти У лицензионного Оборудования Есть среда Куда вы его продаете Если там не прописана Четкая Россия То начинаются Опять же последствия Что мы за линии Использовали Которые не имели права И прочее То есть Это может пройти Такие юридические Последствия Что лучше жить Без офсадных линий И говорить о том Что без них лучше Обычный зритель Он слышит о том Что Российская Коммерлига Заключает РФС Заключает Договор с китайской Компанией Будут китайские Офсадные линии У него возникает вопрос А какие линии Есть в Чу-5 Китае Есть ли они общие Там Хакай работала до этого Японская вот эта компания Соответственно У него возникает Второй вопрос Почему у нас не Хакай Нет Это ответ на этот вопрос Понятен Ответ на этот вопрос Понятен То есть У него сразу возникает Даже не второй вопрос А сомнение в том Что ну даже если китайцы Сами себе не делают Эти линии То почему мы Должны быть уверены Не-не-не-не Погодите Они их себе делают И они будут использовать Компанию Ригер На замену Как я понимаю Хакай После вот сертификации Но они должны Пройти сертификацию Прорабатываться И так далее И тому подобное Мы прорабатывали вопрос Сами разработки И ВАР И ВАР 2.0 Которые вот это вот Суперсовременное И все это считали Но в масштабах Российского футбола Экономически Это нецелесообразно Это было бы очень патриотично Сделать свои и прочее Но это было бы Неэффективное расходование денег Просто По поводу Мажичей Была информация Про то что В России были люди Которые были Против его приезда И даже ему самому Советовали не приезжать Вы слышали об этом? Возможно это ваши Бывшие коллеги Что это значит? Журналисты? Да Писали им? Писали Что? Ну Что не приезжают сюда Здесь крысы и белые медведи По городу бегают? Ну о том что Можно повторить Не столь удачный опыт Своих предыдущих коллег А вы понимаете В чем мотивация была? Да В чем? Ну определенные люди Утрачивают информационные позиции Инсайдерские и прочее Приходят более современные Молодые люди Меняют систему под себя Не всем Есть место В новой системе Как вы относитесь к этому? Безразлично абсолютно Ну Это их проблема не моя Нет Вы это узнали Потому что Мажич об этом сказал? Да Как вы относитесь К такому поступку? Это не первый поступок Этого человека Никаких иллюзий По его поводу Я не испытываю Знаю много Предыдущих историй Я правильно понимаю Исходя из вашего ответа Исходя из вашего Предыдущего ответа Что речь О Александре Бабурой Я не буду комментировать Кто это Мажич на самом деле Много писали Разного рода Журналистов и прочего Мне больше задавало вопрос Кто эти люди Стоит ли я с ними общаться Не стоит Потому что Обращались Чуть ли не не стрингеры Из Желтых газет И прочее Поэтому это не было В формате Такой Что это Вот смотрите Что-то такое Жуткое Случилось Это не было В таком Что А вот мне написали Я задумался Или еще что-то Это было В потоке Других сообщений О том Что вот Хотят эти 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 Объясните Пожалуйста Что я там Дам одно Лакированное интервью Сайту Основное Я сейчас Занимаюсь Работой с арбитрами И когда я Вникну Хоть раз там В декабре будет Сам выступит Вы его спросите Он же официально Лицо РФС Как вообще возникла Вот именно Его кандидатура Кто это предложил Ну я же сказал Ограничений довольно-таки Много налагает Себе Эта работа В том числе То что Из-за использования Из-за существования Самой технологии ВАР Нужно знание Русского языка То есть Было на самом деле Очень мало Их Объективно было Очень хорошо Нет стоп Мажич Во-первых Знание для зрителей Мажич знает Правильно? Базово знает Учит Будет знать Русский язык Хорошо Хорошо А получается Как кто еще мог Ирис Метов Мы не комментируем Неудачные переговоры Потому что они разные были Ну на самом деле Вариантов Вообще в мире Существует не так много Ну то есть Ты Ирис Метов Это немножко Да Есть Равшан Ирматов Да Ну просто Опять же говорили Что как будто Вот Мажич и Чак Ир Ну потому что Турок тоже может Поехать сюда Но это точно Не про русский язык У нас есть Разные позиции В которых могут Иностранцы Быть полезны Но Чак и разойдет ВСК Ну это будет решение Президента РФС Не мое Давайте критерии Еще просто Вот выбора Ну вот вы сказали Современный Это тот человек Который работал С ВАР Который не так давно Закончил судейство Понимает Это Второе Имеет практический опыт Руководства Департаментом Человек Который ФИФА Без компромиссности Отучает Отучает и за судей И за инспектор Ну при наличии И с ними И по первой лиге Тоже Но основная задача Естественно Перед ним стоит Лига Которая больше всех Интересует Это РПО Ну то есть Это же можно сказать Если люди переведены В первую лигу Что Это Оценка их работы И оценка Это не удовлетворительно Нет Это так нельзя сказать Можно сказать Что Мы нашли Решение Которое нам позволит Двинуться вперед Совместить всех И сделать пять Руководителей В РПО Невозможно Я же объяснил Почему Ни Сергей Фурсан Ни Николай Владимирович Не работали с ВАР Они не сидели Ни у монитора Не принимали решение Принфилд-ревью Ну просто Это тяжело Такую работу Выполнять Ваша главная победа В российском судействе За эти годы Впереди Ну а если посмотреть На то Что уже за спиной осталось Я не готов сказать Потому что Последний год Мы ввели Честно сказать Подготовительную работу К тому Чтобы вот сейчас Пазл сложился Именно так То есть следующий год Будет показательный Следующий Через год Я думаю Да Будет показательный Потому что Я считаю У нас Не было удовлетворенности У самих внутри О том Как у нас устроено Как Какие у нас судьи Как мы вообще В целом работаем В прошлом году Мы провели сезон Мы провели сезон Но можно лучше Этот сезон Должен быть лучше Если он Не окажется лучше Тогда я Скажем Прямо расстроюсь Ну а что вас Разочаровало Больше всего За это время Ничего не разочаровало Просто Было понимание О том Что Можно сделать лучше Но это нельзя Лучше сделать сейчас А когда ты понимаешь Что это наступит Но через какое-то время Ты находишься В неком ожидании Плюс у Миларда Было Несколько Довольно-таки Щедрых Конкурентных Предложений Поэтому я всегда Находился Под таким Довольно-таки Ну сам себе Создавал это давление Поскольку всегда думал Что вдруг не получится Убедить Уговорить Объяснить Что Россия Это не просто Зарпаток А это именно Возможность Показать себя Оставить какой-то там След судействий И в том числе За счет Вареноспекторов И других новаций И показать себя Ну Оставить след в истории У вас есть Уверенность Что пул судей Которые подходят К этому сезону Предстоящему С момента Прихода вашего Ну с учетом Прихода их Учатурянца За вот этот период Не брали денег Со стороны И не были Коррумпированы Я вот и хочу верить Но уверенным Я быть ни в чем не могу Ну подозрения Даже в себе Да нет Ну я Как это можно говорить Это большой коллектив Это Там сколько получается 60 человек Я не готов За 60 человек За всех отвечать Так чтобы Это просто будет Выглядеть Очень Но вы отвечаете За эти 60 человек Ну Начнет никаких подозрений Если бы у меня были бы Достаточные подозрения У нас бы Ни секунды бы Не возникло бы вопрос Чтобы Тщательнейшим образом Разобраться В этой ситуации Чтобы вы понимали Ни у кого из руководства В РФС Сейчас нету Никакой толерантности По отношению К этим явлениям Не из-за того Что мы такие там идеальные Просто рядом с этим Стоять не хочется Мотивация другая Чтобы никто не думал Что это мы что-то делаем Поэтому мы боремся Ну то есть история Чайки Да Которая Ну публичная И там уголовное дело А кстати С этого матча Все судьи Кто-то работает После Кто был Есть кто работает Есть кто работает Они смогли вам объяснить Как произошло Вся эта ситуация Они смогли объяснить Смогли исправиться И находятся под Неусыпным Вниманием Контролем Что значит смогли исправиться Это Это вопрос ДЗИ к нашему Я не это взаимодействую То есть им дали Какой-то шанс И они пока Ну это международная практика Вы же сами понимаете Короче они были в штрафбаке И Да Они оказали неоценимые Мы когда разговаривали По ходу этого интервью Вы сказали что Если такая ситуация будет То человек больше никогда Не поведет в списки Мы говорили о том Что когда Штрафов мы пришли Что 15 12 Или 11 2019 год Это точка отсечки То есть я Была амнистия какая-то До того времени Мы не лезем в эти темы Были другие начальники Они управляли по-другому Мы не знаем Что почему как было И мы в эту тему не лезем И не интересуемся От слова совсем Знаю ли я Какие-то Слухи и прочее Которых можно было бы Покопаться и поискать Ну Они в слухах В сети постоянно есть Но поскольку Штрафов я читал Такое Судим посыл Я его преодолевать Не вижу смысла Какое сейчас влияние Сохраняет Х413 На вашу работу И работу судьи Да Я не могу сказать Что как-то Ей прям отдельно Интересуется И вот Каждодневным режимом Погружен Ему отдельная благодарность У нас есть Внутри Несколько социальных Проектов Когда мы помогаем Судьям Он всегда с открытым сердцем Участвует Помогает Ему прям Огромное Финансово Да Очень большое спасибо ему Вот Ну для меня Это очень большой показатель Потому что Когда он был внутри Многие это могли говорить Что это он делает Для себя Он оказывает Он оказывает какую-то Беценатскую помощь Да Да У нас есть ряд Ситуаций Когда люди оказываются В сложной ситуации С одной стороны РФС помогает Коллеги помогают По желанию Ну и мысль Что Файл очень много Естественно Он в большую Большую часть Не отказывает Я тоже стараюсь Не заупотреблять Правом звонка И просьбы Но он всегда помогает И это говорит Как Большом человеке Для меня во всем случае Друзья Ну был очень важный И долгий разговор Я надеюсь Что Тимур Будет более сдержан Теперь по понедельникам Нет Но я вам что хочу пожелать Я конечно хочу пожелать Как любитель футбола Любитель РПЛ Я Потому что мы смотрим Все абсолютно матчи Все 8 матчей тура И все 30 туров Конечно Мы хотели бы Чтобы ошибок было меньше А футбол лучше? Футбол лучше не станет А ошибок Меньше может стать Нет Футбол уже на таком Запредельном уровне Что только судьям Осталось подтянуть Нет Мы все-таки надеемся Что футбол будет Еще более интересный И динамичный Спасибо вам большое Что вы пришли Севастен Терлецкий Тимур Гурская И Александр Дорский Это футбол интервью Надеюсь Что мы будем собираться В этой комнате почаще Да Да? Да Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok